Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского! Значит, замминистра иностранных дел так называемой России, по фамилии Руденко, есть там такой клоп, заявил, что с их стороны, цитата, с нашей стороны предварительных условий нет никаких, кроме главного условия, чтобы Украина проявила добрую волю. И все это о переговорах, то есть они хотят переговоров. Дела у расистов хуже некуда. Им нужно показать всему миру, что они вступают в переговоры, что они в переговорном процессе. И вообще желательно Путину, знаете, начать эти переговоры и сказать, ну вот, мы войска выводим из Херсона в связи с тем, что мы договорились о том-то, о том-то, идеальный для него вариант, а вот это все Россия, с этим Украина согласилась. Понимаете, для чего ему переговоры хорошо? На эту тему сказал и Зеленский, и Подоляк. Очень хорошо объяснили вот этим вот московским людоедам, что переговоров с ними, после того, что они натворили, не будет. Будет только вынос их вшивой армии с Украины вперед ногами. Переговоры возможны. Возможны когда? При соблюдении следующих условий. Войска фашистской России полностью покидают территорию Украины, включая, естественно, украинский Крым. Полностью. Пошли вон. Это раз. Второй момент, это выплата репараций. Ну, вот об этом, кстати, могут быть переговоры. Сколько, в каких условиях и так далее. Тут да. Третий момент, наказание военных преступников рашистских. Потому что прощать им то, что они творили в Мариуполе, в Буче, сейчас в Херсоне и так далее, и так далее, никто не собирается. Каждого рашистского бандита и террориста должен преследовать суд. Он должен закончить свои дни в тюрьме в соответствии с приговором сюда. Никаких других вариантов для рашистов нет и быть не может. Также обязательным условием являются гарантии так называемой России о том, что она никогда в жизни не допустит никаких подобных агрессивных действий в будущем. Но, правда, российскими гарантиями можно потереть себе зад и то жалко бумаги. Это такое, с Россией заключать договора. Самым лучшим договором с Россией является, наверное, атомная бомба Украины. Наличие нашего ядерного оружия. Это мое личное мнение, я не призываю никого ни к чему, но из того, что я вижу по ситуации, то, наверное, вот так, да. Вот, короче говоря, вот из этого всего следует следующее. Пока хотя бы один вшивый российский солдат находится со своим вшивым ржавым автоматиком на территории Украины, имеется ввиду границы 91-го года, конечно же, никаких переговоров с фашистской федерацией нет и быть не может. Пускай Путин не бредит, пускай принет аспирину и лжит спать. А еще лучше примет то, что принял Гитлер в бункере. Будет больше толку для всего мира. Слава Украине!